Всем привет, дорогие друзья! С вами видеоблог Бирвария, и этим нужно было когда-то заняться. Обзор бочки! Многие из вас задавались вопросом, а какого хрена Бирвария не обозревает бочонки пива? Собственно, мы решили сегодня этим заняться. Бочонка пива по уланерам. Там, ну, выбор бочонок на самом деле стандартный всегда. То есть, это прашечка, это Кулюмбахер, Крамбахер, Хофброй иногда бывает. Слушай, Хайнекен бывает, он зелёный. Есть, типа, такая специальная маленькая, типа, разливочная машина, куда-то эти бочки переворачиваются. Вот, а здесь бочки не переворачиваются. Вы любите не попить воды. Здесь примерно такая же система, как в любимом, в любимой многими из вас, коробками с вином. То есть, примерно то же самое. То есть, вот здесь есть крантик. Раскрывай уже, господи. Блин, ну я не знаю, на самом деле. У всех всегда проблемы. Вот здесь написано фас и фрихи. Фрихи. Фас закручивать, фрих раскручивать. Я думаю, что фрихи, это мы... Сейчас мы так, оп, и вот, выскочил крантик. Выскочил крантик, вот он, всё, вот он. Теперь я так понимаю, что вот здесь есть кнопочка, она вот выломалась, такая пипочка. И, возможно, многие из вас хотели бы крупно сейчас посмотреть на этот процесс, но... Я думаю, да здесь достаточно видосов о том, как правильно надо открывать видос. Вот, и здесь есть клапан. То есть, самое главное. Самое главное. Звук вскрытия бочки. Вот самое главное. То есть, мы сейчас повернём и... Она же осела сверху, ну, спускается, она прям. Я думаю, что нам... Нет, я думаю, что... А, я думаю, что наоборот, не надо много спускать. Я думаю, что нужно немножко приоткрыть, спустить туда воздух. На лёгку есть, на самом деле, инструкция, но мы... Но мы не залили пивом, да. А потом делается, опять же, как с коробками свинок. То есть, сдвигается на край и начинает наливаться... Начинает наливаться пива. Стравил. Но... Не зря это пиво называют белым, как видите, господа. Ну, как бы вспоминаем мемесы, типа, когда попросил девушку налить пиво, и шо ж ты наливаешь-то, как пидор, и прочие мимосы, понимаете? Но, вот мы обычно оцениваем пену. Мы оценим пену. То есть, пена, по-моему, весьма себе крупная. На двести ложку. На самом деле, я думаю, что он уже постоял. Нет, всё равно. Самое главное, дорогие друзья, чтобы у вас не было... Жаребень, давай с двух... Ну, это, как говорится... Два... Это самое главное, чтобы с пшеничного пива у вас потом точно так же не было. Да, тут главное как? Сначала вы открываете один клапан, наливаете себе пиво, а потом после всей бочки у вас может открыться второй клапан. Главное, чтобы не одновременно. Не в процессе. Да, не в процессе. Друзья могут не понять, потому что... Или главное не перепутать, потому что вы... Главное стравить правильный клапан, чтобы выпустить воздух. И звук... Ослабляй внимание на одном клапане, никогда не забывайте про другой. Да. И сейчас звук... Звук здесь ничего не подскажет. Когда не рад звуку открытия клапана. Доктор, что ты делаешь? Нет, преждевременное открытие клапана. Вот этот просто звук, вот этот вот, он означает, что клапан открыт, и вечеринка начинается. Открытие другого клапана означает, что вечеринка закончилась. Как минимум для обладателя этого клапана. О, пена сошла. Можно почитать инструкцию. Что мне кажется, это сценарий какого-то фильма. Сейчас наверняка придут люди, которые умеют открывать бочки лучше нас. Обязательно напишут, что мы делаем не так. Но мы, наверное, наша эйфория от открывания бочки, вообще от распития бочки, она сейчас немножко поугасла. И мы сейчас к более практичным каким-то, да, знаниям, наверное, перейдем к аналисте. Пью вкусно, пью прекрасно. У нас заготовлена баночка хэппи-вайтсэн, пулайнер, более классическая. Эти банки-то мы умеем открывать. Вот, эти банки-то мы умеем открывать. Да, школу, можно сказать. Знания, впитанные с малахом матери. Но сразу могу сказать, что пена несколько другая. Пена желтоватая, и она не такая плотная. То есть, несмотря на то, что ее много, и она стоит из мелких пузырьков, она все равно гораздо быстрее уходит и гораздо быстрее оседает. У меня есть друг, который, мы не так давно смотрели диджейский сет, и там человек, все ползунки, вот прям вот так вот подвигал. Знаешь, вот как Путин говорит, курочка по зернушку, тук-тук-тук. Вот он так же подвигал все ползунки, включая трек, перед трек. И он дал достаточно хорошее определение этому диджейку. Пиздец аккуратный хуилы. Это не про тебя. А между тем, пена у тебя упала, и ты можешь насладиться. На самом деле, да, вот так уж, чтобы представить на свет. Но мне почему-то кажется, что... Этот темнее. Этот темнее. Ну, может быть, конечно, это притянуто, но темнее, и пена здесь желтая. Имею в виду, что это навито со дна бочки. Здесь пена белая. Это навито со дна бочки. Ну, в принципе, да, наверное. Я думаю, что оно стоит все это попробовать. Это пиво более конкретное, но такое ощущение, что чуть более выдохшееся. Это? Да, и более спиртовое. Я сравнил кеговый палайнер, который сделали в Питере, которые сделали в Германии на вывоз. И вот как раз-таки тот палайнер, который варят в России, вот он более конкретный. Он более резкий такой. И то, и другое пиво сварено на одной и той же баварне в одном и том же городе и импортировано одним и тем же импортером в Россию. То есть, в принципе, можно понять, что... И купили мы это в одном и том же магазине. То есть, в принципе, я так думаю, что пиво, ну, практически ехало. Это больше ударчик. Это пиво больше горчит, оно более спиртовое, более конкретное. Более хлебное. Более отдает каким-то более дешевым пивом, что ли. Я не знаю, пиво из бочки намного приятнее пить. При том, что баночный пулоник прекрасный. Это отличное пиво, как сказал бы батя Гительмана. Прекрасное пиво. Безупречный балдеж. Безупречный балдеж, абсолютно. И я так думаю, что дело все-таки именно в том, что 5-литровом бочонке дрожжам и вообще пивасу веселее вместе с другими дрожжами и больше в количестве бьет. Я не знаю, может быть, все-таки дело в более плотном металле. Возможно, дело в том, что бочек этих приезжает намного меньше. Но я не верю, что туда закатывается разное пиво. Я думаю, что все-таки опять же дело в том, что, возможно, ты правильно сказал, что мы выхлебнули сейчас пивка с одной бочки. И здесь оно более такое плотное, потому что мы все-таки пшеничка себе... Мы, конечно же, могли взять и взболтать бочку, но тогда мы, наверное, точно сегодня не попили пиво. Да, мы посидели просто и ждали, пока вот это закончится все. И, к слову, я хочу сказать, что мы сегодня покупали это пиво. А, кстати, оно стоит сколько? 1800? 1935 рублей. 1900 рублей. 1900 рублей – это 190 рублей за 0,5. То есть, в принципе, баночный пулайнер можно купить дешевле. То есть, покупая бочку, вы не экономите абсолютно. Мне кажется, из бочки все-таки вкуснее, но по двум причинам. Первая причина... Но более ровная из бочки. Вот самая главная разница. Может быть, это эффект самовара? То есть, чай с самоваром вкуснее и насыщеннее, чем из чайника электрического. К слову, мы... Там стояло около пяти бочек в Ашане на полке. Мы выбрали эту, потому что она была именно самая свежая. А потому что остальные у них срок годности кончался чуть ли не через месяц, при том, что пиво хранится год. Это достаточно важный момент. Бочки все-таки не так часто покупают, поэтому приобретая такой вот праздник в себе, да, следите обязательно за сроками. Слушай, я не знаю, по-моему, не стоит своих денег абсолютно. Потому что есть пшеничка, которую ты можешь купить дешевле. И пулайнер и так не самая лучшая пшеничка за свои деньги, давай честно скажем. Вот серьезно. Пулайнер для меня это хороший выбор. Если я прихожу в кафе-ресторан, где наливают хорошую пшеничку... А там больше ничего другого нет. Да, а там тебе будут лить, там, не знаю, кромбайка, фленсбургер. И они, в принципе, одной их ценовой категории, примерно. Но я возьму пулайнер, потому что он ровный. Я бы так сказал. А пулайнер это проверенное. Пулайнер это гарантия. То есть пулайнер это как, не знаю, Mercedes-Benz. Есть машины получше, побыстрее, покомфортабельнее. То есть есть машины с кожаным салоном, которые разгоняются за 4 секунды до сотки. Но Mercedes это бренд. Mercedes это, ну, есть определенная гарантия какая-то. Потому что покупая Mercedes, ты покупаешь качественную, хорошую машину. Здесь то же самое. Ты покупаешь пулайнер. Ты видишь вот этого вот мужчину, который похож на древнегреческого философа. Хотя, наверное, какой-нибудь баварский пиво. Я бы дал другое аналогию, на самом деле. Это как секс с бывшей. То есть, ну... Если это нечасто, то ты, блин, ну да, ничего, так прикольно. Ничего получше. Но если ты не подвернулась, ты выбираешь проверенный вариант. Но если ты начинаешь делать это чаще, потом ты вспомнишь, почему ты от него ушел. В чем дело, да и дорого что-то. Ну, тут примерно так. То есть, пулайнер, да, хорошо, если, ну вот. Из тех, что было, в принципе, не хуже. Я бы даже больше сказал, что бывшая, которая живет в соседнем доме. Нет, это Льбенвайс. Это Балтика-тройка. Нет, это Льбенвайс. Это Балтика-тройка. Бывшая, которая живет... И Ойтингер, это та, которая живет в твоем подъезде. Ты просто в центре живешь. А, нет. А если ты живешь на окраине, то Балтика-тройка... То есть, если давать сравнение пива как с бывшим, то есть, да, вот. Но при этом, при этом ты иногда можешь... Вы иногда, ну, выходите в один и тот же супермаркет. Тут ты идешь, пересекаешь с ней взглядом и видишь, что... В принципе, по акции и, ну... Чё бы и нет. Да, чё бы и нет. Да и ты сейчас не в отношениях. Льбенвайс 174, а ты смотришь, а 130. И ты уже такой, ну да. В принципе, сегодня свободный вечер. С другой стороны, на тебя посматривают Ойтингер. Их уже будет две. А ты думаешь, ну, сегодня все-таки среда. Может, все-таки время для... Для полайнера. То есть, пиво это всегда нравственная дерьма, помимо материальной. Две или одна, три или пять. Можно вообще совсем мало заплатить и получить, не знаю, бокалечко бакбира. А иногда тебя может угостить друг. Ладно, надеюсь, наш выбор... Надеюсь, наша оценка как-то, не знаю, покажется вам в основной. Ну вот я не хочу больше пить. Надеюсь, у вас было достаточно бывших. Не знаю, я сейчас реально хочу взять какую-то хорошую закуску. Не знаю, там, сосиски какие-нибудь, не знаю, там, булки с сыром, там, еще что-то такое. Там, картошечки с чесночком и сальцем. И взять литровые кружки. И, наверное, для такого времяпрепровождения, даже если вы вдвоем с другом, то есть, не какой-то большой компанией, эта бочка вам зайдет. То есть, реально, наливать литровые кружки, жрать какую-то вкусную закуску, да. Шашлук, мне кажется, рад, что зайдет. Это будет отлично, как шашлук будет, замечательно. Хотя, как по мне, пшеничка не самая мясная пью. Ну, пшеничка сама по себе сытная, поэтому, наверное, ну... Хотя, не знаю, немцы жрут нормально. Немцы жрут свинину, немцы жрут жирные колбаски и прочее, прочее. Но я думаю, что наш сегодняшний обзор был вам в какой-то степени полезен. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Смотрите дальше видео-влог в Берваре. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и обязательно расскажите в комментариях про свой опыт употребления. На самом деле, да, интересно услышать про людей отзывы о бочках. Потому что такое... Ну, у нас есть явление такое, что мы берем пятилитровый... Было такое явление, что мы брали пятилитровую тару пива. Но это был бакбир. Да, это был бакбир, это был толстяк, но... Интересно услышать про жестяной формат. Да. Давайте жестяные бочкососы. Жестяные истории. Жестяные бочкососы. Высказывайте в комментариях. У нас с вами был видеоблог Берваре. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»